Всем привет и добро пожаловать на канал Weapons Geek, где я рассказываю про оружие из игр, фильмов и сериалов. И в этом ролике мы поговорим про такую важную часть экипировки любого бойца, как бронежилеты. Для нас это всего лишь кусок ткани или непонятно даже чего, который останавливает пули. И например в Counter-Strike и других шутерах мы не придаем значения тому, как эта штука работает. А ведь она ежедневно спасает жизни огромному количеству солдат, полицейских и других людей. И еще далеко не все правильно представляют, как же эти самые бронежилеты работают и от чего они на самом деле могут защитить. И в этом видео я расскажу про самые типичные заблуждения, связанные с брониками. И еще одна важная просьба. Я бы хотел попросить тебя поставить колокольчик под этим роликом и активировать все уведомления от моего канала. Потому что в скором времени ожидаются действительно крутые видосы и тебе точно не захочется их пропустить. Поэтому жми колокол и всегда узнавай первым о самых крутых видосах, которые вскоре будут выходить. Ах, никак не наиграются эти бандиты. Гражданин, а у вас машинка-то под такси зарегистрирована? Да я это... там... Ремни безопасности где? О, чувствую, отдам я сегодня свой кредит за телевизор. Да у меня и с ценного-то. А это что? Да забирайте, если хотите. Ух, китайский. Таких штук 10 надо. У меня телевизор-то 75 дюймов. Ох, нихрена. А вот это сойдет. Ну, держите. Красавец. Я тебя вместо жезла буду использовать. Изи дроп. Выручает в трудную минуту. Так что переходи на сайт по ссылочке в описании и обязательно не забудь при пополнении активировать промокод ARMORE, который даст тебе плюс 40% к твоему балансу, чтобы ты выиграл еще больше классных скинов вместе с другими игроками, которые выводят их каждый день. И первое заблуждение связано с тем, что многие думают, надел ты бронежилет и все, теперь ты как какой-нибудь супермен, становишься неуязвим, и никакие пули тебя теперь не возьмут. Ведь жилет-то пули непробиваемый, правильно? Но на самом же деле далеко не всякий бронежилет и не всякую пулю может выдержать, и в жизни существуют бронежилеты разной степени защиты. Самый базовый легкий броник обычно бывает мягкого типа. Он небольшого размера и пригоден даже для скрытого ношения под одеждой, и такой нередко носят ребята из полиции на каждодневной основе. И такой защиты вполне хватит, чтобы не бояться попаданий из подавляющего большинства пистолетов. Однако если по такому же бронику выстрелят из калаша, эмки или какой-нибудь снайперки, то здесь уже легкий кевларовый бронежилет вас не спасет. И тут нам конечно же вспоминается CSGO, где главные герои обычно перед боем почему-то закупают себе именно кевларовый жилет, видимо совершенно не подозревая, что в них будут стрелять из серьезных винтовок, от которых в реальных условиях кевлар никак бы не защитил. Поэтому для разных случаев существуют бронежилеты с разной степенью защиты, и для примера я возьму американскую классификацию. Скажем, броник самого легкого уровня 1 держит попадание 9-мм пули, а самый серьезный тяжелый бронежилет с защитой уровня 4 сможет противостоять даже крупнокалиберному оружию, трубовикам или бронебойным пулем. И естественно в зависимости от класса защиты меняется и используемый материал. То есть мягкие броники уровня 1 и 2, как правило, делают из кевлара. Эта ткань отличается небольшим весом и огромной прочностью, а при растяжении кевлар оказывается в 4-5 раз прочной из стали. То есть пуля, попадая в такой бронежилет, растягивает его волокна, и из-за этого энергия не концентрируется в одной точке, не давая пули пройти на вылет, а как бы рассеивается по поверхности ткани. В итоге пуля теряет скорость и застревает в жилете. Однако при столкновении с более мощными пулями одного лишь кевлара будет недостаточно, и тогда уже в ход идет не только ткань, но и твердые бронепластины. Их обычно используют по 2 штуки. Одну ставят спереди на груди, а вторую сзади на спине бойца, чтобы защитить жизненно важные органы, такие как сердце, легкие и печень. Подобные бронепластины чаще всего делают из стали, керамики или многослойного полиэтилена. Так что, как видите, бронежилет – это не какая-то одна общепринятая конструкция. Его материал и предназначение могут сильно отличаться. Скажем, полицейскому, чтобы спокойно патрулировать улицы, вполне хватит и обычного кевларового бронежилета уровня 2. Ведь в городских условиях максимум, что ему грозит – это чаще всего какой-нибудь преступник с самым обычным пистолетом. Ну а скажем, боец спецназа, который штурмует здания с засевшими внутри террористами, скорее предпочтет перестраховаться и наденет самый серьезный бронежилет уровня 4, чтобы спокойно пережить даже очередь из штурмовой винтовки в упор. Но если защита 4 уровня такая крутая, то тогда зачем нужны легкие бронежилеты? Не проще ли не париться и просто всегда ходить в самом крутом бронике? Ведь чем толще жилет, тем меньше шансов, что нас подстрелят, правильно? Но здесь все не так просто. И на самом деле бронежилет – это всегда компромисс между удобством, мобильностью и уровнем защиты. Ведь надев самый крутой армор, бойцу придется не сладко. Дело в том, что бронепластины обладают достаточно внушительным весом. Если ты выбираешь керамику, то в этом случае каждая из бронепластин будет весить по 3,5 кг, а их нужно будет носить с собой сразу 2 штуки. Может показаться, что 7 кг – это не очень-то и много, но я вас уверяю, что если даже часок-другой побегать по полю боя с таким дополнительным отягощением, то это будет очень даже утомительным занятием. А затяжные бои и перестрелки нередко могут длиться по несколько часов. И тут каждый лишний килограмм будет отнимать у нас силы. Плюс к тому, керамические пластины достаточно толстые, и могут ощутимо ограничивать наши движения. То есть наклониться или согнуться в таком бронежилете будет сложно. Хотите, чтобы ваш броник не был таким громоздким? Тогда вместо керамики можно поставить стальные пластины. Они будут в несколько раз тоньше, однако при этом сталь гораздо тяжелее. И комплект из двух стальных бронеплит весит уже целых 12 кг, которые нужно будет постоянно носить на себе. В общем, теперь я думаю, вы понимаете, почему тяжелые и большие броники с максимальной защитой стараются использовать только в самых крайних случаях. Ведь мобильность и выносливость бойца в реальном столкновении играют не меньшую роль, чем уровень защиты. Но еще многие ошибочно могут подумать, что бронежилет – это такая штука, которую один раз надел, и все, теперь ты всегда будешь в безопасности. Ведь в КС, ты еще и в куче других шутеров, наша броня от попаданий никак ощутимо не страдает, и с одним жилетом можно пробегать не только до конца раунда, а порой и до самого конца матча. Но стоит понимать, что в реальной жизни ни один из бронежилетов не вечен. Скажем, кевларовая ткань начинает снижать свою прочность даже просто с течением времени, даже если жилет не использовался, а лежал на полке. Поэтому на таких жилетах сразу пишут срок годности, который обычно составляет в районе 5 лет. Ровно столько же может прослужить бронеплита из керамики, ведь это сложная конструкция, где чередуются твердые и мягкие слои, которые тоже со временем теряют свои защитные качества. Ну а главным долгожителем в мире брони считается, конечно же, сталь, которая может прослужить вам до 20 лет. Однако есть одно самое главное но. Эти сроки актуальны только для девственно чистых и нетронутых пулями бронежилетов. То есть если вы представляли себе, что надев армор можно спокойно впитывать в себя кучу выстрелов, то в реальности всё обстоит иначе. Например, кевлар при каждом попадании расслаивается и деформируется, то есть первые несколько выстрелов он гарантированно задержит. Но с каждой следующей пулей шанс, что она всё же пройдёт на вылет, будет расти. Особенно учитывая, что выстрел может попасть в ту же повреждённую область. И обычно средним ресурсом такого бронежилета считается 6 попаданий. С керамикой же дела обстоят ещё сложнее. Да, она обладает более высоким классом защиты и может остановить даже очень мощную пулю. Однако в месте попадания керамика банально разбивается. То есть если ещё одно поле пролетит ровно в ту же точку, то в этом случае бронежилет может вас уже не спасти. Короче говоря, керамическая бронеплита может достаточно быстро прийти в негодность. Ну а чемпионом по стойкости и долговечности снова становится сталь. Металл лишь незначительно выгибается при попадании пули, и такие бронепластины выдержат куда больше повреждений. Но стоит помнить, что даже сталь не вечно, и при повторных попаданиях в одну и ту же область может быть пробита. Но всё же в среднем прослужит она явно дольше своих конкурентов. Правда за это придётся расплачиваться серьёзным дополнительным весом. Но есть тут и ещё один важный нюанс. Может показаться, что если пуля не прошла ваш броник на вылет, то значит бояться нам нечего. Однако даже если пуля защиту не пробила, то вот её колоссальная энергия никуда не исчезает, и любое попадание не пройдёт для человека в бронежилете бесследно, и одна лишь ударная сила может уже нанести серьёзную травму. А на примере вот этого куска глины вы можете легко понять, что от такого удара могут не только ребра сломаться, но и произойти разрыв мягких тканей и внутренние кровотечения. Так что даже если бы вам выстрелили из пистолета, то будет крайне неприятно. А уж попадание из серьёзной снайперки легко может вывести бойца из строя, даже не пробивая его бронежилет. Но и это далеко не единственная опасность. Ведь если свинцовая пуля сталкивается с остальной бронеплитой, то она не испарится бесследно, а разлетается на мелкие осколки, которые могут поранить шею, лицо или руки. Поэтому редко, когда бронепластины представляют из себя просто голые стальные листы, а их покрывают специальной антиосколочной защитой. Но в любом случае, даже с тяжёлым бронежилетом, лишний раз лезть под пули явно не стоит. А ещё для многих может являться неочевидным тот факт, что бронежилет вообще-то защищает нас не только от выстрелов. Конечно же его первичная задача это спасти нас от попадания огнестрела. Однако на этом область применения жилета не ограничивается, и с тем же успехом он защитит нас в том числе от удара ножом. Ведь материал броника специально создан, чтобы выдерживать даже попадание куска металла, разогнанного до скорости несколько сотен метров в секунду. Так что уж тем более нож, разогнанный всего лишь человеческой рукой, остановить он сможет без проблем. Причём даже кевлар второго класса защиты уже пробить ножом будет практически невозможно. То есть удар человек конечно почувствует, но остриё ткань не прорежет. Вот как раз поэтому охранники в американских тюрьмах тоже носят бронежилет. Не потому что они боятся заключённых с винтовками, а чтобы не получить заточкой под ребро. И по этой же причине, когда в КС мы видим, что врага убивают один раз ткнув его ножом в спину, то стоит понимать, что в реальности из-за бронежилета такое сделать будет невозможно. Зато будет возможно поставить лайк этому ролику, если ты узнал из него что-нибудь новенькое и интересное. А также обязательно подпишись на Weapons Geek, чтобы следующие видосики точно не пропустить.